Мы говорили о том, что это последнее время и последнее поколение. Я всегда помню, что сказала Глория. Она сказала, возможно, вы не думаете, что это последнее поколение, но в любом случае это ваше последнее поколение. Это наше последнее поколение. И именно так мы должны к этому подходить, верно? Да. Но я также верю, что это последние дни и часы этого мира. Придут большие изменения. Мы с вами увидим это. Хвала Господу. Да, мы прямо посреди. Отец, мы благодарим Тебя за Слово сегодня. Мы открываем наши сердца и наш разум для откровения с небес. И мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за Твое Слово. Спасибо Тебе, что Ты послал к нам Лерой. Мы принимаем его жизнь и служение. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хвала Господу. Аминь. Давайте передадим Слово нашему уважаемому Учителю и проповеднику в это утро. Господи, помоги мне. Помоги мне, Господи. Аминь. И прежде, чем мы начнем, Лерой говорил о том, что Господь просто снова и снова побуждал его в сердце обратиться к третьей главе книги Откровения. Поэтому давайте откроем ее. И Бог конкретно сказал ему кое-что об этих передачах на этой и следующей неделях. Поэтому не пропустите ни одной передачи и постарайтесь их записать для себя. Постарайтесь их записать и слушайте их снова, снова и снова. Потому что Бог говорит к нам. У Него есть что-то очень конкретное, что Он хочет сказать про этот год. Поэтому мы не хотим пропустить ни слова из этого. Слава Богу. У Бога есть великие планы. Мы с вами будем посреди них. Хвала Господу. Откровение, третья глава. Продолжай, Лерой. Когда я молился об этих передачах, Господь продолжал приводить меня в книгу Откровения, третью главу, седьмой стих. Я пытался уйти от этого. Я сказал, книга Откровения, пусть брат Хилтон Саттон проповедует об этом, понимаете? И Бог продолжал возвращать меня к этому. И когда я говорил с братом Коуплендом до начала передачи, мы поняли, что Господь делает в это время. И Он хочет открыть нам, что есть открытая дверь, которую Он открыл для тела Христова, чтобы оно вошло и сделало себя способным исполнить завет и принести Царство Божье на землю. Господь помазал меня в финансовой сфере. И это мое помазание и послание к телу Христову по всему миру. И я стремлюсь всем, чем могу, всем, на что я способен, донести это послание. Если вы прочитаете вместе со мной Откровение 3.7, то узнаете, о чем Он говорит. Это одна из семи церквей, получившая хорошее слово от Господа. И Он говорит в 7 стихе, «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, «Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет...» Подчеркните это, «который отворяет, и никто не затворит». «Затворяет, и никто не отворит». «Зная твои дела, вот», — говорится в 8 стихе, «я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». И читая это, я узнал, брат Коплен, что Господь хочет подчеркнуть важность Откровения того, что деньги приходят к телу Христову, что это пророческое слово, и что Он открыл эту дверь для тела Христова, чтобы войти и принять то, что принадлежит им по праву. И Он подчеркивает, что дверь открыта, но это не автоматически. Приходит послание, должна быть высвобождена вера. Человек должен пройти через эту дверь, чтобы быть управляющим и позволить Богу использовать его в этой сфере финансирования Царства Божьего на земле. Вот о чем речь. Это деньги, у которых есть миссия. Но Откровение, деньги приходят. Я хочу вернуться к этому, потому что я делился с тобой тем, о чем я проповедовал в Майами. Я проповедовал там первый вечер, и когда я был в своей комнате, то присутствие Господа наполнило ее. Сам Господь пришел в комнату и начал говорить ко мне. И вот что Он сказал мне. Он сказал, деньги приходят, это не лозунг, это не фраза. Не нужно писать это на майках или наклейках, использовать в песнях и так далее. Он сказал, это не для мира. Это для тела Христова. И затем Он сказал мне следующее. Он сказал, это послание последнего времени. Он сказал, это не уйдет. Это послание проложит путь к Господу Иисусу Христу. Я понял, о чем Он говорил, потому что необходимы финансы, чтобы проповедовать Евангелие. Для того, что мы должны делать сегодня, нужны финансы. И тело Христово не вошло полностью в завет богатства так, как оно должно было. Поэтому деньги приходят, это пророческое слово. Это пророческое откровение. Дух Божий сказал мне, что оно востребует финансы. Другими словами, это не просто слова, которые вы говорите, но это востребует финансы, чтобы они могли прийти в руки людей Божьих, которые любят Бога и будут делать с деньгами то, что Бог хочет, чтобы они делали. Отдавали десятину, жертвовали, слушались Бога, действительно посвятили себя сверхъестественному управлению. Поэтому я хочу начать снова раскрывать тему «Деньги приходят» как пророческое откровение с пророческим помазанием для богатства. Иногда некоторые люди в теле Христовом не понимают, почему это послание так усиленно продвигается в это время. Но мы живем в поколении последнего времени. И, наконец, есть все эти миллиарды людей, которые не слышали Евангелие, и им нужно его услышать. Абсолютно верно. И потребуются финансы, чтобы сделать это. Я думаю, что именно поэтому Бог поместил это пророческое слово, поместил это помазание в тело Христова, чтобы поток богатства мог начать течь в руки праведных людей, которые будут делать с ним то, что Бог желает, чтобы они делали. Знаешь, Лерой, другая сторона этого. Мы наблюдали в последнее время то, что является феноменом последнего времени. Иисус описал начало скорби. Мы живем в этом времени. Землетрясения, ураганы, язвы, болезни и все такое. И мы видели, как это проявилось в вашем регионе. Да. В Южной Луизиане. Мы видели проявление этого в настолько ужасном масштабе, что власти не смогли справиться с этим. Не было такого, что это вина того человека, это вина этого человека. Проблема была в том, что ураган был настолько велик, и духовная атака была настолько сильна, что люди, которые не знали Бога, не знали, как верить Богу, не знали, как молиться. И если вы на государственной службе, то даже если вы знаете, как молиться, вам не позволят молиться вслух. Поэтому люди оказались в тупике. Без тела Христова они бы там все еще умирали от голода, на побережье залива. Величайшей проблемой во всей этой ситуации был не ураган. Нет, нет, не ураган. Величайшей проблемой была нищета. Те люди не могли уехать. Когда у вас образ смышления, жизни на пособии, то вы не знаете, что делать, когда пособие заканчивается. Поэтому, когда этот ураган ударил так сильно, то у них просто не было машин, не было денег, у них не было средств, чтобы осуществить переезд. Нищета в итоге... Я слышал, как корреспонденты говорили об этом месяцами. Но когда заканчивали все похвалы, они возвращались к ситуации в городе. Там не было денег. Вопрос только в деньгах. Почему город не был отстроен должным образом? И знаешь, я говорю о том, что телу Христова необходимо также послушать, что в такие времена они могут сделать и больше. Они много сделали. Да. То немногое, что там было сделано, было сделано церквями. Верно. Деньги правительства по-прежнему связаны. По-прежнему связаны из-за бюрократии. Да. Поэтому это не пройдет. В естественном мире лучше не будет. Эти ураганы и бедствия будут продолжаться, они будут возрастать. И без этого послания, которое ты проповедуешь нам, и без понимания телом Христовым того, что эта дверь открыта и предназначена, чтобы мы вошли в нее, скажу вам, будут бедствия за бедствиями. Уже есть. И это соответствует Библии. Это соответствует Библии. Некоторые из этих вещей, Лерой, некоторые вещи, можно остановить силой вашей веры. Вы всегда можете остановить это в своем доме, потому что вы можете противостать всему, что бы ни происходило. Но есть определенные вещи, которые будут происходить в соответствии со Словом Божьим, часть которых является судом. И он довольно суров. Но, если мы занимаемся делом и верим Богу, если мы входим в эту дверь так, как мы должны в нее войти, я слышал это все утро в своем духе. Снова, снова и снова. Дело не во мне, чтобы я оплатил свои счета. Не во мне. Послание не об этом. Оно начинается с этого, потому что я должен с чего-то начать. Но если бы это был полный склад, а мне нужно было бы всего вот столько, и я бы верил только вот о таком, то все, кто нуждается во всем этом, остались бы голодными. Верно. Вот о чем речь. Не только быть благословленным, но Господь хочет сделать вас благословением, чтобы вы могли благословлять других. Вот каков Иисус. И вот что тело Христово должно делать. Верно? Знаешь, это так. Иногда у людей неправильное понимание этого послания, и они думают, что мы говорим, что каждый человек станет миллионером. Нет, нет, нет. Мы говорим не об этом. Мы говорим, что есть потенциал, но суть послания в том, что если каждый будет играть свою роль и позволит Богу пройдет через дверь и позволит Богу использовать его на том уровне, на котором Бог хочет его использовать, тогда все эти видения, которые страдают сейчас, страдают финансово. Есть очень много показного отношения к деньгам, словно финансовый вопрос не является важным. У них нет денег, и мы должны смириться под крепкую руку Божью и в этом послании. Иисус сказал, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Должна прийти атмосфера смирения. Гордость должна уйти. Человек должен оставить ее и признать. Мне нужно смириться в том, что Бог говорит, что я могу двигаться в тех сферах, в которых Бог хочет, чтобы я двигался, и перестать насмехаться и страдать, грести, быть попрошайкой. Я немного отклонюсь. В истории с богачом и Лазарем богач каждый день пиршествовал блистательно и одевался в изысканные одежды. Вы помните эту историю, которую рассказал Иисус. А Лазарь лежал у его ворот и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Церковь должна уйти от этого уровня крошек. Другими словами, помнишь, что Слово Божье говорит, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Заметь, что Он сказал, «Он исполнит желание сердца твоего». Это послание должно научить верующих желать. Это здорово. Потому что Бог не мог дать Лазарю больше. Он желал есть крошки, поэтому крошки Он не получал. И это послание, то, на чем вы сосредоточены, расширяется. Это послание для того, чтобы правильно сосредоточиться на завете богатства, завете умножения и переливания через край с библейским основанием, без жадности, без заблуждения, без отхода от веры, стоя на Слове Божьем, где Бог сказал, что Христос искупил нас от проклятия закона, а не считая недостаток, часть этого проклятия. Тело Христово должно иметь твердое основание, чтобы ходить в этом без ошибок. Вот чему Господь учил меня эти годы относительно финансов, чтобы помочь телу Христову осознать и просто войти в дверь и принять то, что Бог хочет, чтобы вы имели, вместо того, чтобы так часто пытаться заставить работать эту систему. Эта система никогда не даст то, что мы не собираемся использовать для Его славы, как того хочет Бог. Дело не во мне. Дело не в вас. «Дело в Царстве Божьем». Да. «Дело в Его Царстве». Абсолютно. Работая с этим откровением, я записал следующее. Часто мы не процветаем не из-за того, что Бог не может доверять нам, но из-за того, что мы не послушались повеления Царя. Другими словами, принципы, направления и инструкции, которые Бог дал в Своем Слове, без веры угодить Богу невозможно. Кто-то должен продолжать поступать согласно этому вере и не позволять никому отговорить его от этого. Постоянно. Я утвердил это в своем разуме. Знаешь, не важно, что кто-то говорит. Я видел это в Завете, и я знаю, что это от Бога, и я хочу, чтобы люди Божьи ухватились за это и стали благословленными в этих сферах. Поэтому вам нужно держаться этого, и вам нужно выполнять повеления Царя. Божье Слово должно быть окончательным Словом в вашем сердце и разуме в отношении этого. Поэтому тело Христово... Я написал в книге «Деньги приходят». Тело Христово чрезвычайно страдало от незнания Божьих законов процветания. Вы с Глорией учили об этом многие годы. И от незнания воли Божьей в отношении процветания. Тело Христово было не только не осведомлено о том, что Слово Божье говорит, но оно пыталось держаться за каждый цент, чтобы сохранить его на черный день. Я верю в сбережения, но я верю, что управление средствами намного важнее сбережения. Управление — это не только сбережение. Управление распределяет все так, как Бог хочет, чтобы вы это распределяли. Ты помнишь, как они получили урок об управлении, где сказано, что «сыны века сего догадливые сынов света». Это сильное обвинение в Евангелии от Луки 16, 8. Это обвинение, когда говорится, что «сыны века сего догадливее сынов света». Я понял, что он говорил о том, что они применяют свои принципы. Они применяют свои принципы. Намного лучше, чем мы применяем свои. Да. Я понимаю. И они применяют и наши принципы в определенной мере. Да. Применяют наши принципы лучше, чем мы применяем их сами. Потому что есть много людей, которые не во Христе, но у них есть деньги, и они большие даятели. Они применяют это. Они собираются вместе. Я однажды читал историю. Они собираются вместе и говорят, «Хорошо, я хочу дать тебе вот столько». И тот человек рассказывал о том, что он думал, что богатые люди высокомерны. Он рассказывал, как он переехал в престижный квартал и немного обеспокоился из-за этого. Они пригласили его на вечеринку, и он сказал, что когда они были на этой вечеринке, внезапно они начали выписывать чеки на благотворительность. Они выписывали чеки на большие суммы и говорили, «Я даю тебе этот чек, но я хочу, чтобы ты знал, когда я буду заниматься этим сам, я хочу, чтобы и ты выписал на это чек». О, да, я сделаю это. И они делятся. Поэтому богатые люди не только. Я помню, как я был маленьким мальчиком. Знаешь, мы говорили о богатых людях. У них все деньги. У них нет всех денег. Остается еще много денег. Конечно, остается еще много денег. Поэтому истина о том, что деньги приходят, может изменить жизнь каждого верующего, который хочет быть свободен от финансового рабства. Мне интересно, как многие из наших телезрителей хотят быть свободными от финансового рабства. свободными от повседневной, я не нахожу лучшего определения, жизни от зарплаты до зарплаты. И быть способными давать Царство Божье так, каким должно давать. Я всегда привожу пример о том, как Бог будет использовать вас, когда вы готовы делать то, что Он хочет. У меня был сон, видение. И Господь сказал, «Пошли этому человеку лично 10 тысяч долларов». Пошли ему 10 тысяч долларов. И я сказал, «Хорошо. Я дам их ему, когда я его увижу». Прошло две недели. Господь сказал, «Разве я говорил что-то о том, когда ты его увидишь?» Он сказал, «Я хочу, чтобы ты послал их прямо сейчас». И Он сказал, «Я хочу, чтобы ты отправил их из своего почтового ящика. Я хочу показать тебе кое-что». Перед моим домом был установлен новый почтовый ящик. На нем не было флажка, который сигнализирует почтальону забрать почту. Я попросил одного из работников установить флажок на этом почтовом ящике, и я выписал тот чек. И Бог сказал, «Отправи это из ящика». Я положил этот чек на 10 тысяч долларов в почтовый ящик. И Господь сказал, «Наблюдай». И поток 10-тысячных пожертвов не начал приходить ко мне отовсюду. Я мог зайти в магазин, 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, и внезапно чек на 43 тысячи долларов пришел в тот почтовый ящик. Он не должен был приходить в тот ящик, но он пришел. И я знаю, что активация этого 10-тысячного семени сделала так, чтобы эти 43 тысячи пришли. Я говорю вот о чем. Бог хочет, чтобы его люди понимали законы сияния и жатвы. Если вы применяете это, и вы знаете об этом, если вы применяете это, это работает так, как Бог сказал, но вам нужно войти в эту дверь. И послание «Деньги приходят» было послано, чтобы помочь телу Христову, чтобы дать телу Христову управление в этой финансовой сфере. Я рассказывал тебе, как это послание пришло ко мне в супермаркете, как Бог проговорил ко мне о том, что деньги приходят. Бог выбирает не мудрое миро, чтобы посрамить мудрое. Я видел, как люди уважают это откровение и выходят из нищеты. «Человек жертвовал 300 долларов, теперь он жертвует 3000 и больше». Это просто откровение от Бога. Поэтому не только дверь открыта, брат Коупленд, но на этой неделе я хочу обратиться к вопросу об овладении, который раскрыт в восьмой главе книги «Второзаконие». Я хочу перейти к этой части, поскольку для того, чтобы получить то, что Бог пообещал, кто-то должен овладеть этим. Это было верно еще со времен Эдемского сада. Все время Бог говорил, «Я дал эту землю тебе, теперь ты овладей ею». Ты овладей ею. Это то же самое, что войти в эту дверь, верно? Да. Он откроет дверь, но вам нужно будет войти в нее. Это комбинация этих двух вещей. То, что он показывал мне в Откровении, затем он вернул меня к нашему основному тексту в восьмой главе «Второзакония». Когда он впервые начал учить меня об этом, одним из ключевых элементов было овладение. Никто не может остановить вас, кроме вас самих. Никто не может остановить того, кто слушает нас, от сверхъестественного выхода из долга. Никто не может остановить их в исполнении их мечты. Чтобы их мечты исполняли, чтобы они становились такими даятелями, которыми они хотят быть в делах Божьих. Никто не может остановить их, кроме их самих. Потому что дверь открыта. Дверь открыта. Дверь открыта, и вы должны овладеть этим. Бог сказал, вот, даже наследство, Бог сказал, теперь у вас есть наследство. У вас может быть наследство, но если вы не овладеете им, это не ваше наследство. Оно там, оно для вас. Да. За него уже заплачено. Это уже записано, уже подписано. Иисус уже подписал. Запечатлел это своей кровью. Боже мой. Запечатлел это своей кровью. Право Искупительного Завета, которое есть у каждого ребенка Божьего, в том, чтобы выйти из этого рабства финансовую свободу. Слава Богу. Боже мой, наше время подошло к концу, но я хочу сказать вам, запланируйте прямо сейчас. Мне достаточно просто знать, что дверь открыта. Это первое. Да. Но затем вам нужно знать, как войти в нее. Овладеть этим. Мы с братом Лероем не знаем всех ответов, но мы знаем некоторые из них. И все, что мы знаем, мы собираемся передать вам. И когда мы даем, нам дастся снова. И к концу этих двух недель мы научимся и узнаем то, чего мы сейчас еще не знаем. Оставайтесь в этом и оставайтесь с нами, слава Богу. Потому что великие и чудесные вещи в процессе осуществления. Я верю в это всем естеством. Аллилуйя. И мы говорили и говорили об этом. И Господь одновременно сказал нам обоим, что 2007 год был годом открытых дверей. Да. Лерой потребуется время, чтобы осознать, что все это значит. Знаешь, год открытых дверей, и они по-прежнему открыты. Дверь открыта для вашего исцеления. Дверь открыта для того, чтобы ваша семья была спасена. Дверь открыта для вас, чтобы вы процветали финансово, так, как никогда прежде не процветали в своей жизни. Дверь открыта для вашего нового здания церкви, вашего нового дома. Для всего. Благодарение Богу. Да, это восхитительно. Дух Божий продолжал вкладывать эту главу и стих из книги Откровения в мое сердце. Где Господь обращался к семи церквам, и обращаясь к церкви Филадельфию, Он сказал, «Я творил перед тобой дверь». Он сказал о себе, «Святый, имеющий ключ Давидов». Но Он сказал, что Он отворил перед ними дверь. И когда мы с тобой говорили, я вижу, что Он пытался донести до нас в начале этого года. Открытая дверь не принесет пользы тем, кто не знает, что дверь открыта для них, и что когда они входят в эту дверь, то есть сверхъестественные проявления, которые не проявятся до тех пор, пока они не войдут в нее. И многие вещи будут пытаться удерживать вас, чтобы вы не вошли в эту дверь, когда она открыта. Такие вещи, как страх, традиция, религия, учения человеческие, старый путь, старый способ действия. И я верю, что Бог хочет делать то, что кажется нам совершенно новым. Он не хочет, чтобы мы мучились и напрягались и были в стрессе из-за того, как нам финансировать работу Царства Божьего на земле. Как эти видения выполнят все дела, которые Бог поручил нам сделать. Он хочет, чтобы мы вошли в эту дверь. Пасторы и те, кто находятся в одном из пяти даров служений, те, кто слушают эту передачу, это действительно в моем сердце, чтобы они узнали, что это то время, когда Бог собирается сделать что-то особенное в теле Христовом. И разбираясь с откровением, деньги приходят, я не могу отступить от этого. Это было в какой-то степени неправильно воспринято. Люди не понимают, почему я настаиваю на этом так сильно. Но это убеждение, это поручение, которое Бог дал мне для тела Христова. Я не знаю ничего о деньгах. Я не знаю ничего о глубоких вещах, которые Бог пытается сказать. Я простой сельский парень, который едва может говорить. Я просто подчиняюсь Господу. Я не какая-то большая шишка, понимаете? Но со всеми оплаченными счетами. Да, я не большая шишка, но просто следую простоте откровения. Да. Телу Христову было дано приглашение. Это приглашение. Дверь открыта. И на приглашении ваше имя. Ваше имя на нем, понимаете? И поэтому я хочу, брат Коупленд, обратиться в этой части к вопросу о владении. Потому что открытая дверь не принесет вам пользы, если вы не входите в нее. И есть так много вещей, которые попытаются блокировать нас, чтобы мы не вошли в дверь. Одно из главных вещей является мнение, что деньги — это корень всех зол. Нет, это не так. Это не так. Чем вы беднее, тем вы смиреннее. Нет, это не так. Это не так. Все эти маленькие клише и вещи, которые были сказаны, чтобы удержать нас от того, чтобы войти в завет Авраама, как в него вошли Исаак, Иаков, Иов, Соломон, как в него вошел Давид. Господь пытается сказать что-то нам. Он заботится о своих. И я помню, как Он впервые дал мне эти места Писания, дал мне место в Псалме 34, 27, и дал мне место во Второзаконии 8 главе. Я хочу прочитать из 8 главы Второзакония с 1 по 3 стихи, потому что есть текст, который нужно пройти, и затем мы будем читать Псалом. Но в 8 главе Второзакония сегодня мы будем говорить об овладении. Есть некоторые места Писания, которыми я хочу привлечь внимание тела Христова, чтобы они увидели, как получить свою финансовую свободу. В 8 главе Второзакония Он говорит о детях Израиля, и Он проясняет некоторые вещи. Есть требования, есть денежные тесты, которые вы должны пройти. Я говорил ранее, делясь этим откровением о том, что необходимо пройти испытания деньгами. Другими словами, управление деньгами — это не односторонний вопрос. Управление — это даяние и принятие. Как управляющие, вы являетесь менеджером для кого-то. Мы, как тело Христова, являемся управляющими Божьих финансов. Понятно? И Он говорит о том, как Он провел детей Израиля через пустыню, как Он занимался процессами их подготовки. Потому что вы должны быть подготовлены. Прежде чем вы войдете в сферу Божьих финансов, вы должны быть подготовлены. Вы должны быть подготовлены, чтобы знать, что вы должны подчинять Ему все. Он пришел и сказал, «Я веду вас в землю, где нет скудости. Я веду вас в землю, где у вас всегда будет изобилие». Но затем наступает момент, и Он говорит, «Я хочу, чтобы вы помнили, кто привел вас сюда. Я хочу, чтобы вы не забывали». Прямо в этой восьмой главе Он говорит о том, чтобы строить хорошие дома и все такое. Я изучал восьмую главу второзакония снова и снова. Но эти первые три стиха говорят кое-что об овладении. У меня есть определение овладения, которое я хочу прочитать. Что Господь подразумевает под овладением землей? Слово «овладеть» означает доминировать, оккупировать или контролировать, поддерживать или удерживать или делать кого-то владельцем, держателем, хозяином. И последнее определение, которое у меня есть, это осада или взятие. Помните, царство небесной силой уберется, и употребляющее усилие восхищает его. Оно не сваливается просто так вам в руки. Вам придется сражаться добрым подвигом или сражением веры. Вам придется сражаться сражением послушания, и вам придется верить в то, что Бог сказал. Вам придется поступать на основании того, что Бог сказал. Здесь, в восьмой главе второзакония, когда он начал говорить о них, в моей Библии есть маленькая сноска. Помните заботу Божью в пустыне, о том, как Бог заботился о них. Все заповеди, первый стих, все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы. Номер один. И размножились. Номер два. И номер три. И пошли. Мы говорим об открытой двери. Открытая дверь не приносит пользы, если в нее никто не входит. И пошли, и завладели землей, которую склятвую обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. Здесь, в этом опыте пустыни, я знаю, что многие слушающие понимают опыт финансовой пустыни. У меня был мой опыт финансовой пустыни. У тебя был твой опыт финансовой пустыни. Когда ты не знал, как ты с этим справишься, но каким-то образом ты справился. Знаешь, ты по-прежнему не можешь... Я вспоминаю некоторые вещи, которые я совершил в финансовой сфере. Я не знаю, как я через это прошел, но я знаю, что это была благодать Божья. Все это происходило по определенной причине. Это было испытание. Бог показывал мне, что я не могу сделать это без Него, и что я нуждаюсь в Нем на каждом шаге пути. Поэтому во втором стихе он говорит... Он не испытывает вас для того, чтобы знать, что вы будете делать. Он испытывает вас, чтобы научить вас тому, что нужно делать. Точно. Точно. Он скажет вам, и он покажет вам. Но затем приходит время. Когда ты был маленьким мальчиком, то твои родители говорили тебе определенные вещи, но пришло время, чтобы ты пошел и увидел, что так оно и есть. Тебе нужно было применять это. Овладевать этим. Тебе нужно было идти и овладевать этим. Если ты идешь и упираешься в стену, ты говоришь... Подождите минутку. И ты отходишь назад. Хорошо, да, вот где я пропустил это. Я вернусь и пойду снова. Это было испытание. Я не могу идти к этому, нарушая принципы. Даже если я их и не знаю. Если я нарушаю их, то это не работает. И единственное, как я могу узнать, это применить это на деле. И овладеть землей. Идти за этим. И он скажет... Теперь немного отступи назад. Смотри, что ты здесь сделал. Отступаете назад и снова идете к этому. Вы отходите назад. Вам придется делать это до конца вашей жизни. Но каждый раз, когда вы идете снова, вы поднимаетесь немного выше и проходите немного дальше. И становитесь немного сильнее. И вы просто продолжаете идти. Продолжаете идти. Дверь открыта. Вы просто продолжаете идти. Слава Богу. Знаешь, что я услышал, когда ты говорил? И это для кого-то. И это действительно связано с сеянием, чтобы получить семя. Вы продолжаете пропускать дверь. Вы продолжаете пропускать дверь. И проверки, и испытания, и даже искушения и проблемы, через которые вы прошли по дороге, как ты сказал, они учат вас, что это не тот путь. Это не тот путь. Это не тот путь. Все это для того, чтобы вы сказали, это не работает. Поэтому мне нужно найти что-то другое. Мне нужно искать лица Господа. И затем, пока ты говорил, Дух Божий сказал, молитва не займет место процесса овладения. Я знаю, что молитва в некотором роде является овладением. Но сама по себе молитва не проведет вас через дверь. Вы должны встать после молитвы и войти в дверь. Я думаю, что Господь сказал это из-за того, что многие люди думают, что это только молитва, только молитва чтения Писаний. Библия говорит о Писаниях в Иоанна 5,39. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Поэтому богатство, жизнь в финансовой свободе не придет к человеку автоматически. Он должен овладеть этим. Он должен войти в дверь. Испытание нужно для того, чтобы научить вас, как войти в дверь. Вы пробовали то, вы пробовали это, вы пробовали работать сверхурочно, вы пробовали работать на двух работах, вы пробовали работать всей семьей, вы пробовали заниматься бизнесом, вы испробовали все остальные пути. Теперь бог говорит, «Послушайте. Послушайте Меня. Следуйте Моим принципам, следуйте Моим путям, и я приведу вас к проявлению того, что Я пообещал вам». И после определенного времени вы должны стать такими, как Авраам. В Римлянах 4.21 написано, что Авраам был вполне уверен, что то, что Бог пообещал, он также силен и исполнить. И в 8 главе Второзакония во 2 стихе он сказал, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, 40 лет по пустыне». Послушайте, что он сказал. «Чтобы смирить тебя». Номер один, «Чтобы смирить тебя». И я вчера говорил немного о смирении. «И чтобы испытать тебя». Это слово «испытать» мы оба знаем, что оно значит «проверить». И дальше, это очень важно, брат Коупленд, «и узнать, что в сердце твоем». На самом деле, прежде чем вы действительно сможете войти в дверь, должны быть исполнены эти три вещи. Вы должны быть смиренными, вы должны пройти проверку, и Господь должен знать, что в вашем сердце. И он продолжает и говорит, «Будешь ли хранить заповеди его или нет?» Он хочет знать, «Могу ли я позволить тебе войти в мир богатства, благословения, которые я хочу, чтобы мои дети имели для моих целей, моего плана, чтобы выполнять мою работу? Могу ли я доверить тебе делать с этим то, что я хочу делать с этим? Если нет, тогда я не позволю тебе найти дверь. Я не позволю тебе войти в эту дверь». Поэтому вы должны отвечать требованиям. Я всегда говорю людям, «Вы должны отвечать требованиям». Это не то, во что вы просто можете войти, вы должны отвечать требованиям. И затем в третьем стихе говорится, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек». Это очень важные слова от Господа. Прежде всего, перед тем, как вы войдете в эту дверь и овладеете таким типом богатства и таким типом благословения, которыми Он хочет, чтобы вы распоряжались для Него, вы должны понять, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это важно для Господа, чтобы вы знали это, что вы должны зависеть от Слова Божьего, независимо от того, где вы оказываетесь или как далеко заходите. Знаешь, Лерой, я думал об этом раньше, но, видимо, не с таким вниманием, как Господь вложил в меня это сейчас. Это был целый народ, выходящий из места, где они ничем не владели. Они родились и выросли... Рабами. Стали взрослыми и ничем не владели. Их родители ничем не владели, их деды ничем не владели. Им говорили, что делать, им говорили, что есть, им говорили, как думать, так как они были рабами. Рабами. Они ничем не владели. Абсолютно. И теперь они собираются узнать, как вести себя и как думать, будучи владельцами, а не рабами. Разве это не только мы являемся? Точно. Разве мы оказываемся не в таком положении, когда рождаемся свыше? Мы рождаемся из царства тьмы в царство Божье, царство света, царство силы. Слава Богу! Царство богатства, превосходящего все, что мирская система когда-либо знала. И мы никогда ничем не владели в духовном плане. Мы были духовными попрошайками, пока не родились свыше. И вот теперь мы цари и священники и не имеем ни малейшего представления о том, как нам поступать или думать. Вот в чем все дело. Вот в чем заключается весь Новый Завет. Знать, как вести себя в новой атмосфере или новом образе жизни, который Бог дал нам через Господа Иисуса, Христа. Я сидел здесь и прокручивал это в своем уме, когда ты говорил. И у меня есть такой яркий пример. Прежде чем я взял свой первый урок, учаясь пилотировать самолет, я знал, как водить машину. Верно. Я знал, как ездить по земле. Я знал правила и все остальное. Другая атмосфера. Но когда эта машина отрывается от земли, другая атмосфера. Это совершенно новый мир. И вы не можете управлять так, как на дороге. Не можете. Вот о чем мы говорим. Это просто два разных мира. Два разных мира. Я должен был научиться, как вести себя в этом мире, и затем наступил день пробного полета. Это был тест. Но они не просто испытывали меня, чтобы узнать, что я знаю, и могут ли они доверить мне безопасно летать с пассажирами на борту, в системе воздушного движения. Но этот тест был также для того, чтобы показать мне мои слабые стороны, показать мне, где мне нужна была дополнительная подготовка. Он был не для того, чтобы не допустить меня, он был для того, чтобы ввести меня в это. Приготовляя тебя. Это была подготовка. Это была подготовка. И все еще делаю это до сегодняшнего дня. Я должен приезжать для периодической подготовки, и они снова прогоняют меня через эти тесты. Зачем? Не для того, чтобы не допустить меня. Да, а для того, чтобы помочь тебе остаться. Чтобы помочь мне остаться в этом. И у нас было мнение. О, все это было испытанием от Бога для того, чтобы побить меня. Нет, нет, это совсем не та причина, для чего были эти испытания. Это подготовка. Он готовит тело Христова для того, чтобы оно могло господствовать. Как он сделал это для Адама в Адамском саду. Абсолютно верно. И когда Господь Иисус явился во плоти, люди, возможно, не знают этого, но Иисус Христос был тем, кто господствовал. Он господствовал посредством связи с Отцом. И затем, когда Он пришел и был крещен в Иордане, и Святой Дух в форме голубя сошел на Него, тогда Он действительно начал господствовать, владычествовать силой Божьей. Куда бы Он ни шел, Он господствовал над всем, погодой, болезнями, немощами, окружением. И у нас не будет власти, и мы не будем господствовать, когда мы только лишь поем, молимся и проповедуем. Только не в этом земном мире. Когда мы продолжаем проповедовать об этом процветании, о том, что Бог хочет, чтобы Его дети распоряжались богатством мира, является величайшим кошмаром для сатаны. Это один из Его величайших кошмаров. Он сражается с этим, Он пытается приукрасить другие вещи, использует множество всевозможных вещей, чтобы заглушить это послание. Потому что Он знает, что это послание сорвет Его с этого места, как ракета. И Господь Иисус придет, как Господь господствующих, и Царь Царей. Когда последний человек услышит Евангелие Господа Иисуса Христа в силе, и затем Дух Святой подтвердит это ему, и приведет его к спасению, тогда придет Иисус. Поэтому сатана борется с этим посланием. Но одно я знаю. Из опыта моей собственной жизни и жизни многих других, которые я видел за годы, он не может остановить это. Нет, он не может остановить это. Почему? Это завет. Это принадлежит Царству Божьему. И поэтому, когда мы говорим об овладении, я записал несколько мест Писания для тела Христова, которые Господь вложил в мое сердце, об овладении землей, овладении богатством. Деньги приходят к телу Христову, это пророческие слова. Они в распоряжении Даятеля. Это приказ, который Бог дал нам, чтобы мы могли двигаться. Когда я говорю, деньги приходят, то чувствую, как деньги двигаются все время. С точки зрения естественного разума, люди могут сказать, что ты имеешь в виду. И я могу сказать, деньги приходят. Да, но говорите ли вы это так, как говорю это я. Понимаете, я говорю это на основании пророческих моментов с Господом, которые у меня были. Господь вложил это в мое сердце для тела Христова. Не для Лероя, но для тела Христова. Я говорю о том, и ты слышал, как я учу. Я говорю о тех вещах, которые у меня есть. Только для того, чтобы возбудить аппетит тела Христова, чтобы позволить им узнать, что Бог не против того, чтобы они были благословлены. Но главное направление состоит в том, чтобы тело Христова вошло в эту дверь, овладело этим богатством, и затем подчинило себе и отдало себя в руки и под Божье управление, и позволило Богу использовать его в этом. В 20 главе книги Левит, я знаю, что наше время подошло к концу, но в 20 главе книги Левит, в 24 стихе в одном из переводов говорится, «Но я сказал вам, вы унаследуете их землю, я дам ее вам, чтобы овладели ею». Что? «И я дам ее вам». Но дальше в книге Левит 20, 24 говорится, «Чтобы овладели ею». Ну, я-то думал, что ты дал ее мне, но я не могу просто позволить тебе, я не собираюсь просто передать ее тебе. Стадия подготовки и стадия овладения очень важны. Это две разные вещи. Да, я знаю. И это возвращает нас к этой открытой двери. Да. Дверь открыта. Да. Но вам придется войти в нее. Войти в нее, да. Лерой, если бы он не сделал это таким образом, если бы он открыл тебе, Боже мой, и затем подхватил тебя и пронес тебя в нее и просто ходил бы, держа тебя на своей спине, это никогда не было бы твоим. Это по-прежнему было бы его. И ты по-прежнему бы оставался просто рабом, ходящим вокруг. Ты не стал бы другим по сравнению с тем, каким ты был раньше. Стало бы только немного лучше. И именно такую картину религия нарисовала в наших умах. Но он поставил ее перед тобой, чтобы ты овладел ею, завладел, пошел по земле, радуясь, помня, что это Бог дает тебе силу, благословение, чтобы ходить в этом. Дверь открыта. Поднимайтесь и входите в нее. Устремитесь за своим исцелением, устремитесь за спасением вашей семьи. За всем, что вам нужно. Устремитесь за всем, что Иисус обеспечил для вас. Идите и овладейте. Идите и овладейте этим. Возьмите власть над всеми финансами, которые Бог приготовил для вас, и выполните все то, что Бог призвал вас делать. Лерой, скажу тебе. Аллилуйя. Я восхищен. Ты обрадовал меня своей проповедью. Аллилуйя. Да. Это по-прежнему время открытых дверей. Иисус сказал, «Я есть дверь». Входите. Да, входите. Мы говорили о том, что дверь открыта, но вам необходимо войти, и наследство дано. Но вам нужно овладеть им. Я думаю, что нужно объяснить то, о чем ты говорил в конце вчерашней передачи. Господь запланировал так, чтобы Он мог учить вас, как Он действует и как Он работает, или как войти в то, как и что Он делает. Это значит искать, прежде всего, Царство Божьего и Его праведности, потому что Царство Божье — это то, как и что делает Бог. Когда вы входите, вы можете овладеть этим. Но если вы не овладеете этим своими устами и Духом Божьим, то вы все еще раб. Говоря о том, как темнокожие люди были освобождены от рабства, мы видим, что лишь только сто лет спустя, как этот Биль был подписан, люди вышли, вырвались на свободу и поняли, нам больше не нужно делать это, мы можем идти сами. Если вы не овладеете этим, это не принесет вам никакой пользы. Беруя — это совершенная картина Терра Христова. Это были хорошие люди. Они не были глупыми людьми, они были сильны и сообразительны. но жили как рабы. Они не знали ничего, кроме рабства. Они производили весь урожай. Да. Да, они не были глупыми людьми, они просто не знали, как жить и принимать собственное решение. Управлять этим. Они не знали, как. У них не было никакого основания для такого мышления. Поэтому просто взять этого человека с плантацией и поставить здесь, на его собственных 150 акрах, и помочь ему начать. Он бы умер. Он бы стоял там и думал, «Ну, я знаю, как выращивать урожай, но что мне с ним делать после того, как он выращен? Я ничего не знаю. Я даже не могу сосчитать деньги. Они не позволяли мне учиться читать. Я не могу ничего сделать». И он просто снова возвращался под глаз тех, кто говорил ему, что делать. И они не говорили ему правильное. Они говорили ему неправильно и удерживали его там, где он был. Просто придали этому вид законности. Это то же самое. То же самое. Вот что сатана делал с телом Христовым. Вот что он делал. Когда речь заходит о богатстве для тела Христова. Они любят и прославляют Бога. Для грешника это нормально, стать богатым и иметь все. Но дьявол придет и нашепчет вам на ухо или будет проповедовать это из-за кафедры, или каким-то другим образом, что «Нет, тебе это не открыто». Ты не должен иметь это. Ты не можешь иметь это. Нет, нет. Ты должен ездить на старой изношенной машине. Иначе ты не будешь смирен. О, да. И так далее, и так далее. Та же старая песня. И вот мы были освобождены, отделены рукой Божьей. И все еще живем как рабы. Потому что у нас рабское мышление из-за религии. Почему Бог так много говорит об этом? Почему так много мест Писания, где Он снова и снова говорит о богатстве, о безобилии, об умножении, о переполнении через край, говорит о большем, чем достаточно. Он пытается избавить нас от рабского мышления в плане финансов, избавить от рабства, в котором находится церковь, тело Христово. Ты больше знаешь об этом переходе, чем я. Этот переход от святых Ветхого Завета, таких как Иов, и Соломон, и Исаак, и Иаков, и Эсфирь, и так далее. Вы читаете об этих людях в Ветхом Завете, что они были богатейшими людьми в городе. Да. И они не скрывали этого. Да. Но затем вы приходите. Мы приняли Святого Духа, мы молимся на языках, мы действуем в дарах Духа, мы действуем в плодах Духа, и мы нищие. Что произошло? В богатейшей экономике на земле. В трехтриллионной экономике человек не может оплатить свои счета. Это рожденный свыше, говорящий на языках верующий в Библию человек. Это неправильно, Лерой. И сегодня мы собираемся изменить это. Вам нужно будет слушать. Вам нужно будет уделить внимание тому, что Господь пророчески говорит вам. Скажите следующее. Я никогда не буду нищим ни одного дня моей жизни. Я никогда не буду нищим ни одного дня моей жизни. Ваши дни бедности закончились. Мои дни бедности закончились. Страдания. Страдания. Финансах. Финансах. Закончилось для меня. Закончилось для меня. Сегодня. Сегодня. Я вхожу в эту дверь. Я вхожу в эту дверь. Я подготовлен. Я подготовлен. Я молился. Я молился. Я прославлял Бога. Я прославлял Бога. Я размышлял над Словом Божьим. Я не смышлял над Словом Божьим. Я живу правильно. Это мое. Это мое. Я слышу мужа Божьего сейчас. Я слышу мужа Божьего сейчас. Я вхожу в эту дверь. Я вхожу в эту дверь. Это мой день. Это мой день. Деньги. Деньги. Приходят. Приходят. Ко мне. Ко мне. Сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Я верю, что это прорыв. Аллилуйя, именно так я получил это. Да, я тоже. 40 лет назад, когда я впервые узнал об этом, я ходил по моей маленькой спальне, в том маленьком тесном домике в Талсе, делая именно то, что ты сделал сейчас. Да, я знаю это. И я скажу так. Вам не нужно проходить через это. Вот почему я больше не могу останавливаться в маленьких гостиничных номерах. Я отвык от этого. Вы скатываетесь с кровати и ударяетесь ногой о стену. Да. Получаете ссадину. Бог хочет, чтобы вы были благословлены. Вот почему сказано, в доме Отца моего обители много. Он пытается дать вам представление о Боге. Во второзаконии говорится, что они построят хорошие дома. Что такое хороший дом? Если это хороший дом, то это красивый дом. Говоря об этом, я хочу вернуться к книге Левит 20-24. Хорошо. Потому что мы поняли, что дверь открыта. И мы также поняли, что есть наследие для нас. Но мы должны овладеть им. И я хочу повторить то, что ты сказал о плане овладения этим. Это открыло мои глаза на тот факт, что если вы не овладеете этим, это все еще не принадлежит вам. Вы все еще не признаете это своим. И тогда любой может прийти и отговорить вас от этого. Именно это и произошло с телом Христа. Люди в теле Христовом радуются, когда слышат такое послание. Они слышат истину и говорят, «Благословен Бог, это принадлежит мне». Затем приходит какой-нибудь родственник или близкий человек, говоря, «Ты смотрел эту передачу? Ты же не веришь во все это, правда? Господь не хочет, чтобы у нас все это было. Господь лишь хочет, чтобы мы были слугами». И они отговаривают их от этого. Но когда вы вкладываете это в ваш дух и проходите тест на деньги, проходите через подготовительный период, вы видите эту открытую дверь и входите, чтобы овладеть этим. И затем вы берете власть, вы начинаете господствовать финансово. Брат Копленд, я даже не могу думать, как нищий. Я даже не могу представить, что у меня чего-то нет. Это потому, что твой разум был обновлен. И для меня это больше не «или-или». Это «и-и». Мне не нужно быть таким, потому что это то, что делает Господь. Писание говорит, «Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Помнишь историю, которая произошла годы тому назад? Кажется, об этом было написано в журнале «Ридер Дайвест». Одна женщина служила королеве Англии много лет. Почти всю свою жизнь. Очень доверенная служанка. Она работала при королевском дворе. И затем она ушла на пенсию. Ей пришло время уйти на пенсию. И, конечно, она считалась государственной служащей, так как работала на королеву. Она жила в старом маленьком домике. У нее больше не было семьи. И вот спустя некоторое время она заболела. И кто-то, наконец, вызвал к ней врача, чтобы он осмотрел ее. И она просто лежала там. «Но почему вы не позвонили раньше?» «Знаете, у меня нет денег». Она была настолько бедной, что чуть не умерла из-за недостатка ухода. Недостатка пищи. И врач не знал, кем она была. Он пытался помочь ей. И у нее на стене висел сертификат. Он подошел к нему и посмотрел на него. Он сказал, «Вы знаете, что это?» «О, да», — сказала она. Они мне дали это. Она сказала, «Я работала на королеву в таком-то месте, проработала почти всю свою жизнь и ушла на пенсию». «Нет», — сказал он, «Я знаю это, я прочитал». «Но вы знаете, что это такое?» «Нет». «Что?» «Это ваше пожизненное наследство как почетной служанке королевы. Она предоставила вам полностью оплаченное жилье «У вас есть содержание, много еды и много одежды. Почему вы не воспользовались этим?» «Все, что вам было нужно, это показать это. Это не просто благодарность. Это вся ваша оставшаяся жизнь». Она сказала, «Правда?» «Она не знала об этом». Он ответил, «Да». Она сказала, «Просто я не умею читать». Она не знала. Она не могла прочитать свое собственное наследство. Она никогда не овладела этим, и она чуть не умерла от голода из-за этого. Ей помогли, показали, куда идти, куда это отнести. Тот врач помог ей. И вы бы посчитали ее очень состоятельным человеком. О ней хорошо заботились. У нее было хорошее наследство. Просто она не овладела им. Она не знала о нем. И даже если бы узнала, если бы кто-то сказал ей об этом, она бы ответила, «Это невозможно. Я просто бедная женщина. Я бедная работающая женщина. Я проработала всю свою жизнь. Это не для меня. И именно эта религия и сказала нам, «Это не для вас. Вы просто бедные, трудящиеся люди». Мы никогда не овладевали тем, что Иисус купил и за что заплатил. Сатана отговорил нас. Он отговорил многих людей от их спасения. Отговорил людей от их исцеления. Отговорил людей от их чудес. Отговорил нас от самих чудес жизни, за которые Бог заплатил такую потрясающую цену. Отговорил нас от наших денег. Отговорил нас от всего, от чего смог отговорить. И эти чудеса и знамения, и чудесные вещи, и благословения являются рекламой Царства Божьего. Да. Это принадлежит нам, Лерой. Видите это место? Левит 20.24. Оно говорит о том, что Бог демонстрирует через проявление этого то, что Он хочет, чтобы люди имели. Когда люди Божьи позволяют Ему делать для них то, что Он хочет, и на это есть больше, чем одна причина. Есть несколько причин. Это для того, чтобы проявить в их жизни то, что им по праву принадлежит. Но в то же время, для других это является рекламой того, насколько Он добрый Бог. Абсолютно верно. И поэтому нам надо быть внимательными, чтобы мы не мешали Богу делать то, что Он хочет делать через нас, нашим собственным, скажем так, эгоистичным определением того, что Бог говорит. Мы должны позволить Святому Духу, который имеет власть, открыть нам. Должны подчиниться Святому Духу в этом вопросе, спросить Святого Духа. Тем, кто нас слушает, я скажу, я знаю, что многие из тех, кто нас слушает, это люди, которые применяют послание процветания, которые любят Бога. Но есть также всегда и другой уровень. Спросите у Святого Духа об этом. Попросите Духа Святого показать вам, что делать и как это делать. И если они сделают это, тогда Святой Дух откроет совершенно новое измерение. Он сделает это. Откровение для них, чтобы они видели, о чем говорит Бог. И это местописание, Левит 20, 24, говорит об овладении. «И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю». Дальше он описывает землю, в которой течет молоко и мед. «Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Вы отмечены. Лерой? «Ко мне пришло слово от Господь». «Говори!» «Только что». Посмотрите на это. «Я сказал вам». Когда он сказал это? Хорошо. Он сказал это Аврааму. Аврааму, верно. Это настолько же их, насколько это было Авраама. Он сказал это Аврааму. И пришел Иисус. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Благословение Аврааму. Он говорит нам прямо сейчас точно так же, как он говорил им. Абсолютно верно. Это наше, Лерой. Это сказано, но мы должны овладеть этим. Им нужно было овладеть этим. Это маленькое слово в этом стихе. «Владейте». «Овладейте». Это ключевое слово здесь. «И все пытаются помешать вам овладеть тем, что по праву принадлежит вам». Вы должны верой ухватить это. Да. Прилепиться к этому. Да. Это мое. Так, как ты показывал это только что. Это мое. Это мое теперь. И оно приходит ко мне. Царство небесной силой уберется, и употребляющие усилия восхищают. Берут силы. Есть вещи, которые вы должны делать. Этой силой является вера. Вера, да. Сила веры. Вера приводит действие то, что Бог говорит. Да. Вера приводит действие то, что Бог говорит. Снова и снова здесь, во второзаконии. В числах 33, 52 он говорит это снова. Вот что он говорит. «Прогоните от себя всех жителей земли». Кто-то должен быть лишен владения. У кого-то есть деньги, которые им не принадлежат. Они принадлежат царству Божьему. Они принадлежат делу Божьему. Потому что Бог снова и снова говорит. Господня земля, все серебро, все золото мое. И деньги были переведены в неправильном направлении, поэтому они должны быть возвращены назад. Нирой, во время наших собраний, на конференции верующих на Великих Озерах в августе 2006 года, в Милуоке, я сидел за сценой и смотрел по монитору проповедь Слова Божьего. И внезапно, прямо перед моими глазами, такое происходило со мной всего несколько раз за 40 лет, в которые я нахожусь в служении. Вот так. Это было потрясающе. Прямо перед моими глазами. Казалось, что прямо вот там. Это было похоже на такие платформы, которые тянет тягач. И на них нагружено много вещей. И это накрыто сверху и привязано. Да. Я увидел огромную гору вещей, накрытых сверху крышкой, крепко привязанной, притянутой сильно. И этот маленький демон, обезьянка, похожий на чертенка, сидел на этом сверху. Я вижу. Он сидел на всем этом и использовал смятение. И люди, которые должны были этим управлять, чиновники и банкиры и им подобные люди. Извините. Они должны были позаботиться о том, чтобы это принадлежало нам. Но они этого не сделали. Они не могли видеть... Запутались? Не видели, что это было нашим. И он просто сидел сверху и сторожил эти деньги. А это были финансы и богатства. Он просто сидел там сверху, охраняя это, не давая этому попасть в руки Божьих людей. Он просто сидел там. И когда кто-то направлялся к этому, то он приводил в смятение их мысли и уводил их в сторону. Я просто сидел там и охранял это. Я проговорил к нему во имя Иисуса и сказал ему, «Слезай оттуда во имя Иисуса!» Я сказал, «Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета! Служебные ангелы процветания и финансов!» Мы знаем, что есть ангелы процветания. Потому что сказано... Я видел их. Я помню это. Я видел их своими глазами. Я помню, когда ты видел того ангела. Но в Слове Божьем говорится, что они собираются вокруг вас и делают процветающим ваш путь. Поэтому я сказал, «Во имя Иисуса действуйте!» «Лерой, ангел в 50 раз больше, чем тот демон, выступил вперед с большим мечом, и демон просто убежал оттуда. И когда этот ангел ударил по крышке своим мечом, эта крышка, которая закрывала те вещи, просто разлетелась. Эти веревки лопнули, и все просто потекло с этой платформы». Слава Богу! Аллилуйя! У меня есть Слово. У меня есть Слово об этом. Вы только что слышали, как муж Божий поделился тем, что он видел пророчески, в открытом видении. И вы видели, как сатана пытается удержать вас от того, что по праву принадлежит вам. «Но сегодня всякая демоническая сила, всякий бес, который пытался удерживать ваши деньги от вас во имя Иисуса Христа и силы крови Иисуса, и по согласно поручению, которое Бог поместил в моей жизни для тела Христова, эта сила разрушена навсегда. Разрушена финансовым помазанием, и ваши финансы начнут течь. Вы будете свободны. Ваша десятина, ваше даяние, ваше пожертвование, ваше сеяние и жатва приходит урожай. Прорыв урожая происходит прямо сейчас по всему миру. Во имя Иисуса. Да, аминь. Во имя Иисуса. Я ответственен за это. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса, когда ты говорил об этом бесенке, и я говорил о том, как он удерживает деньги людей по всему миру, я вспомнил, как брат Хейген рассказывал про одержимого бесом человека. И эти ребята пошли туда и попытались изгнать его из него. А брат Хейген сидел за столом в своем кабинете. И один из них приказал демону «Выходи». И ничего не произошло. У того человека по-прежнему были проблемы. Поэтому он пошел и сказал брату Хейгену «Все так же, ничего не произошло». Брат Хейген сказал «Вернись туда и поработай над этим». И тот парень, идя по коридору, говорит «Он сидит там, имея все это помазание, и продолжает отправлять меня заниматься этим. Почему бы ему не спуститься и самому не сделать это?» Я подумал об этом, когда ты говорил об этой демонической силе, видении, которую ты разрушил по всему миру. Да. Господь дал мне направление. Он сказал «Я хочу, чтобы ты, смотря прямо в эту телевизионную камеру, сегодня, сказал им о том, что финансовые сражения и проблемы, которые у них были, финансовые затруднения, которые они испытывали, что если сегодня они поверят, что мы являемся мужами Божьими, и примут это пророческое финансовое помазание, то все изменится во имя Иисуса. Знаешь, когда я увидел это видение, я понял, что это касалось не только моих финансов. Именно об этом я и говорю. В Библии говорится, чтобы ты разбирался со всей сферой христианства. Аминь. Вот почему я почувствовал это, когда ты сказал это. Я сказал «Боже мой, возможно, кто-то позволяет дьяволу ехать верхом на них в вопросе финансов». Давай обратимся к этому и провозгласим прямо сейчас. Слава Богу. Вот почему я сказал это. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Есть ангелы, посланные для того, чтобы работать в вашей жизни. У каждого верующего есть ангелы, посланные для того, чтобы помочь им процветать. Высвободите их. Просто скажите «Во имя Иисуса делайте то, что вы призваны делать». Идите и делайте мой путь успешным. Аллилуйя. Но вы являетесь тем, кто должен разбираться с дьяволом. Эти ангелы не будут разбираться с дьяволом, пока вы не произнесете слово. Слава Богу. Я хочу задать вам такой вопрос. Брат Томпсон задал этот вопрос несколько минут назад, как раз перед тем, как мы включили камеру. Вы несчастны? Вы не удовлетворены? Вы в долгах? Есть ли недостаток в вашей жизни? Есть ли давление из-за этого? Я хочу сказать вам кое-что. Вам не нужно оставаться такими. Вам не нужно. Ну, когда мои деньги придут, я не буду. Нет, нет, нет. Подождите минутку. Вы можете быть свободными от этого сейчас. Сейчас. Прямо сейчас. Нет причин для того, чтобы быть несчастными, когда дверь открыта. И вы можете войти в нее, потому что Иисус ваш Господь и ваш Спаситель. Аминь. Аминь. Отец, мы благословляем тебя. Слава тебе, Господь. Мы прославляем тебя. Ты, Господь Иисус, понес наши скорби и печали, наши слабости, болезни, боли и немощи. И не только это, но и нашу нищету и несчастье, и неудовлетворенность, и долги. И мы благодарим тебя, что ты сделал это. И сейчас мы принимаем наше освобождение от этого во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Лерой. Давай откроем то место, которое ты читал. 22 главу. Первого царств. Первое царств, 22 глава. Вторая глава моей книги «Деньги приходят», тема, которую Господь дал мне, я проповедовал об этом на 14-дневном собрании «Пробуждение», которое началось с одного или двух дней. Я не знал, как долго это будет продолжаться. Вот почему я теперь провожу собрание «Пробуждение», как это делали раньше. Я просто проповедовал это так, как Дух Святой дал мне. И в этой второй главе он говорит о том, чтобы удалить проклятие нищеты от тела Христова. Он показал мне этот стих, в котором показаны три характеристики человека, который страдает финансово. 22 глава. Первого царств. Первый стих. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда». Второй стих описывает недостаток, описывает то, как сатана ставит свою ногу вам на горло в вопросе финансов. «И собрались к нему все притесненные». Я помню, как Дух Святой подчеркнул это для меня. «Притеснение» означает страдание, боль, проблему, тяжесть, огорчение, беспокойство, стресс. Поэтому это финансовая проблема, в которой большинство людей находит себя. Давление. Да, постоянное давление. Множество болезней, множество заболеваний приходит в жизнь людей из-за стресса. Да, я, пожалуй, скажу, что большинство болезней, немощи и тому подобного, что люди переживают, открытой дверью для этого является раздор, несчастье и стресс, потому что это делает вас восприимчивыми к таким вещам, которые в ином случае ваше тело просто бы отбросило, но оно не может, потому что испытывает стресс. Тяжесть. Огорчение. Я помню те дни, я женат более 35 лет. Я помню те дни, когда мы с Кэроли находились в стрессе. Мы пытались выжить. И мы работали. У меня была хорошая работа. У нее была хорошая работа. Но мы не знали того, что мы знаем сейчас. Мы не знали об управлении деньгами. У нас было недостаточно денег. Мы находились в затрудненном положении. Мы страдали. И затем в этой главе написано, что они не только были притесненными, как сказано в 2 стихе, и собрались к нему все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Как я говорил тебе раньше, когда речь идет о долге, то для меня он имеет следующее определение. Состояние задолженности денег в количестве, превышающем то, которое человек может заплатить. Вот что такое долг. И затем мы спрашивали, вы недовольны? Это подавленность в разуме. Это неудовлетворенность. Я знаю, что многие из наших телезрителей могут засвидетельствовать тот факт, что когда вы встречаетесь с финансовым сопротивлением, оно приносит все эти три вещи в вашу жизнь. Это приносит притеснение. Это приносит долг. И неудовлетворенность. Вы подавлены, если вы не можете заботиться о ваших детях так, как вы хотите. Вы хотите заботиться о вашей семье. Многие служители и пасторы находятся в этой проблеме, потому что у них нет финансов. Они знают, что Бог сказал им или дал им видение, но нет обеспечения. И я молюсь, чтобы братья послушали сегодня, потому что этот день сотворил Господь. Бог хочет, чтобы видение было обеспечено, и чтобы эти вещи – притеснение, долг и огорчение – ушли. Я прочитаю еще немного. Я думаю, что в Галатах 3.13 сказано ясно и очень просто. Так что и ребенок может понять. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Дальше в 14 стихе говорится, «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». «Верующие не должны быть в притеснении, в долгах и недовольстве, нищими и не в состоянии восполнить нужды своей семьи». Это цитата из моей книги. «Многие верующие становятся нищими из-за такого рода обстоятельств – притеснение, в долгу и огорчение». Но посмотрите, что произошло в этом месте Писания, когда они были в притеснении, в долгу и огорчении. И давайте посмотрим другое место Писания. Мы говорили здесь об этих людях. Они не только были притеснены в долгах и огорчении, но они собрались к Давиду. Вам нужен учитель, и также очень часто вы нуждаетесь в ком-то, у кого есть финансовое помазание. Я верю, что Давид взял этих людей под свое крыло и научил их завету, и в то же время, то помазание, которое было у него. Ведь вы знаете, Давид был помазан. Это помазание, которое было на его жизни, перешло на этих 400 человек. Да. Я верю, что эти люди были потом тогда, когда они собирались строить храм, и они начали жертвовать миллиарды долларов. Я верю, что они научились принципам Божьего слова и завету и вырвались из своих тяжелых обстоятельств, из этих трех проклятых характеристик, которые присутствовали в их жизни в финансовом плане. Но когда вы открываете 30 главу 1 книги Царств, то видите другую картину. Мы с Кэролин изучали это, чтобы узнать, что стало с этими четырьмя сотнями людей, потому что в Писании подчеркивается, что они собрались к Нему и сделали Его начальником над собой. И вот эти люди. Я знаю, что это Господь. Да, я понял. Я понял. В этом должен быть дух подчинения. Вам не нужно продолжать говорить о том, что вы знаете, и о местах Писания, которые у вас есть. Я знаю это. Нет, это больше, чем просто Писание. Это больше, чем просто учение. Это пророческое слово. Это помазание. Это помазание прорыва, которое Бог послал вам лично, индивидуально и послал телу Христову, чтобы это помазание могло уничтожить притеснение, могло уничтожить долг, могло уничтожить огорчение души. Проблема в неподчинении, в конфронтации, в том, что вы догматичны о том, что знаете. Нет, 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 мое дитя. Послушай, я послал это помазание, чтобы сделать это легким, чтобы сделать твою ношу легкой. Как я сказал в моем слове, научитесь от меня. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Научитесь от этого помазания. Научитесь, что есть другая дорога, которую вы можете выбрать. Потому что, как вы увидите в моем слове, когда вы подчинитесь, когда вы признаете, что вы нищие, что вы притеснение, когда вы признаете, что вы в долгах, которые не можете выплатить, когда вы признаете, что вы не удовлетворены и что вам тяжело, тогда я смогу изменить это для вас. Но пока вы отрицаете, вы живете в отрицании финансовых обстоятельств, я не могу сделать это для вас. Видите, как они собрались к Давиду и сделали его своим начальником, своим учителем и своим лидером. И я хочу, чтобы вы смотрели и слушали и увидели конечный результат. Если вы в таком состоянии сегодня, я посылаю вам ответ. Сегодня помазание опускается на ваш дом, опускается в ваше сердце, опускается на вашу ситуацию. Я прихожу, чтобы править и царствовать над всеми финансовыми ситуациями, которые одержали вас в рабстве. Послушайте сегодня моих служителей, и свобода придет быстрее, чем вы когда-либо видели в своей жизни. Послушайте. Он говорит здесь. Он говорит, послушайте, 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 что он говорит здесь. Боже мой. Первое царство, 30 глава, 8 стих. Это те же самые люди. Они все еще с Давидом, они по-прежнему с ним. Посмотрите, что произошло. Вы готовы восклицать? Вы готовы? Послушайте, что произошло здесь. В 18 стихе говорится, «И отнял Давид все, что взяли омаликитяне». Я хочу, чтобы вы подчеркнули, отметили или записали. Отнял все. Отнял все. Все, что было украдено у вас, всякий недостаток, в котором вы были, все семена, которые вы сеяли, и десятину, которые вы отдавали и ничего не получали. Давайте отнимем все это верой в Слово Господа. «И отнял Давид все, что взяли омаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид». Послушайте очень внимательно. «И не пропало у них ничего». Слава Богу! «И не пропало у них ничего». Давайте вернемся в 22 главу 1 царств. Они были в притеснении, долгах и огорчении. Брат Копленд, я был в этом. Я был там. Мне было тяжело. Я был недоволен. Я был нищим. Я был в огорчении. Я был в долгах. Был должен столько, что не мог заплатить. Кредитные компании звонили и надоедали мне и моей жене день и ночь. Когда мы приходили с работы домой, звонил телефон. Я был там, но я узнал, что мне не нужно оставаться там. Слава Богу! Понимаешь? Я стал учиться у таких людей, как ты, Кеннет Хейген, Фред Прайс. Я изучал Слово Божье. Джон Остин. Я изучал, я покупал книги, я покупал кассеты. День и ночь я читал и читал их, пока не отключался. Поднимался, умывал лицо, читал снова, пока не отключался. Я плакал, как ребенок. Моя жена плакала, как ребенок. Я сказал, Бог намного больше того, что мы видим. Бог намного больше того, что у нас есть. Я продолжал включать твои кассеты, продолжал слушать, продолжал слушать законы преуспевания, продолжал слушать и слушать. Наконец, Бог перевел меня от притеснения, долгов и огорчения к моему завету. Слава Богу! И давайте посмотрим, о чем он здесь сказал. Заметьте, о чем он говорит здесь. Это сильный стих для каждого, кто хочет выбраться. После того, как они собрались к Давиду, после того, как они сделали его своим начальником, сильное слово. Понимаете, в теле Христовом есть тенденция в определенной степени. Я люблю тело Христово, но есть такая тенденция того, что они не хотят подчиняться. Знаешь, когда Бог посылает тебе что-то, Он проверяет тебя. Бог иногда посылает вам кого-то, кто, как вам кажется, вам не по душе, чтобы посмотреть, примете ли вы его. Бог сказал, что Он избирает немудрое миро, чтобы посрамить мудрое. Поэтому необходимо подчинение, необходимо принятие. Вы должны признать, что вы не знаете, что вам делать. Затем вы должны подчиниться. Подчинение. Смиритесь под крепкую руку Божью. Как и во всем другом, вы должны двигаться так и в этой сфере. И затем вам нужен учитель. Вам нужно помазание, которое сильнее того, с чем вы боретесь, чтобы разрушить это ярмо и снять это бремя. Вот что произошло здесь и теперь тут говорится об этом же сказанной в 8 главе Второзакония. Там говорится об их испытаниях и проверках, через которые они прошли их, как Бог провел их и питал их манной, о которой они не знали, чтобы научить их, что не хлебом одним будет жечь человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Затем Он ведет их в землю, где нет скудости, где не было недостатка ни в чем. Об этом же говорится и здесь, в 1 царстве, в 19 стихе сказано, и не пропало у них ничего. Пройден долгий путь от состояния притеснения, притеснения и долга, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амеликитяне взяли у них. Давид, посмотрите, слава Богу, вы готовы? Все, возвратил Давид. Я верю, что это слово от Господа. Да. Я верю, что Господь готов делать две вещи для вас. Поставить вас в положение, в котором у вас нет недостатка ни в чем, и все возвратил Давид, или все восстановил Давид. Это слово для нас, что Давид, что Господь готов сейчас в это время пророчески возвращать вам все, что было украдено у вас. Слава Богу! Сейчас во имя Иисуса возвратил все. В этом месте Писания говорится о том, что Он возвратил все. Эти люди прямо там, вместе с Ним. Брат Кобленд, Бог вложил такие дары в определенных людей в теле Христовом целенаправленно. Он сделал это для тела Христова. И они должны были подчиниться этому. Они знают. Тело Христова знает. Если вы спасены, то знаете, когда у кого-то есть определенное помазание, и что вы должны подчиниться этому. Этим людям нужно было подчиниться Давиду. И когда они это сделали, Бог вывел их из всего этого, и все было возвращено. Помазание на нем было для них. Да, именно так. Оно было не для того, чтобы Давид хорошо выглядел. Помазание на нем было для них. Это все наше помазание. Это все, что мы помазаны делать. Вот почему ты так помазан для тела Христова. Верно. И мы нуждаемся в тебе. Да. Когда мы понимаем, что мы нуждаемся друг в друге. Да. И прекращаем воевать друг с другом. Да. И выполняем свою часть и позволяем другим делать их часть. И мы все собираемся вместе. Мы одно тело, но много членов. Есть много даров в теле Христовом. Мы должны подчиниться этому дару. Как брат Хилтон Сатан. Я поговорю о нем. Я подчиняюсь ему. У меня нет слова Рема о книге Откровения, но я читаю его материалы, и я вижу, что на этом человеке есть рука Божья в этой сфере. Так зачем мне пытаться войти в эту сферу и идти учить о книге Откровения? Знаешь, это очень хороший пример. Потому что в Римлянах 10.17 сказано, что вера приходит от слышания о слышании от слова Божьего. И здесь говорится о подчинении проповеданному Слову Божьему. Как они могут проповедовать, если не будут посланы? Все это в этой же самой главе. И Слово от Господа, как ты говорил недавно, это больше, чем просто записать несколько мест Писания. Да, больше. Это больше, чем просто... Я точно так же, как и ты, открывая и читая книгу Откровения. Я читал это. И я стоял на Слове Божьем, который говорит, что читающий это видение будет благословлен. Я сказал, я буду благословлен. Ну, я читал это и говорил, ну, я должен быть благословлен, потому что сказано, что я благословлен. И у меня нет понимания, о чем говорится. И я читал. Я узнавал кое-что из этого и понимал кое-что. Как у нас есть Писание об открытой двери. Да. Я сказал, Господь, я иду на эту передачу, я молюсь об этой передаче с братом Коплендом. Я молюсь о том, как я буду проповедовать о финансах. И я шел и еще молился. Знаешь, я своего рода игнорировал это. Я говорил, что? Книга Откровения. И я шел и молился еще. Я говорил, Господь, дай мне, я хочу Слово. Возвращался к книге Откровения каждый раз, так как он хотел соединить две вещи вместе. 2007 год был годом открытых дверей. И он хотел принести это через Слово к церкви Филадельфии. И вот это пришло. Я точно так же, как и ты, могу прочитать все эти слова. Но затем я беру книгу брата Сатана и начинаю читать. Да. Он открывает твои глаза. Он помазан. Он помазан в этой сфере. Он помазан помочь мне. Да, поэтому мне нужно было принять его. Да. Не важно, что в нем мне не нравится. У него есть послание. Видишь ли? Вот на чем многие люди спотыкаются. Никто не будет точно таким, каким вы хотите, чтобы он был. Господь знает это. Вот почему Господь послал их к вам. Господь послал их к вам, чтобы вы изменили свой образ мышления. Знаешь, ну мне не нравится брат Томпсон. Он всегда говорит о том, что у него есть. Он всегда говорит о том, какой он смелый, сколько у него денег и так далее. Я лишь говорю это, чтобы вы могли знать, что Бог может это сделать. Это все. У меня все равно есть деньги. Мне не нужно говорить вам про мои деньги. У меня есть деньги, но я делюсь. Я хочу делиться. Я не хочу хвастаться. Как я могу хвастаться? Я родился на ферме, где была гравийная дорога. Я сидел на крыльце с дымящейся бочкой, чтобы отогнать комаров. Я родился в таком месте, что когда я выходил из дома, на меня лилось с крыши дома. Я ходил в туалет на улице во дворе, и в темноте я не знал, кто там был. Понимаете, о чем я говорю? Или что там было? Я брал газеты и затыкал щели, дырки, чтобы не дул ветер. Да. Я стоял у печки, так что спине было жарко, а спереди я замерзал. Я пил воду из колодца. Я паскоз. Понимаешь, о чем я говорю? Дело не столько во мне, а в том, куда Бог может привести вас. Никто из моей семьи не был богат. Ни у кого в моей семье не было таких прорывов, о которых я говорю. Поэтому я делился с телом Христовым, чтобы они могли знать. Иногда вы можете делиться чем-то из Писания, но если вы не видите проявления, я не хвалюсь, потому что все это не мое. Я лишь управляющий. Я должен отдавать так, как Бог говорит мне отдавать. Ты даятель. На тебе одеты вещи, и иногда Господь говорит тебе снять и отдать их. Я видел, как ты это делал. Ты снимал эту вещь. И люди не понимают этого, но мы просто управляющие. Это не наши вещи. Как долго мы будем жить на земле? Мы здесь лишь ненадолго. Жизнь как пар. Вы здесь ненадолго. Раз, и вас уже нет. А то, что вы делаете для Христа, будет длиться. Поэтому я всего лишь пытаюсь поделиться с телом Христовым, с поколением, которое приходит. Давайте выполним эту работу. Давайте сделаем так, чтобы Евангелие было проповедано. Вся цель моего служения, поездок и учения этому посланию заключается в том, чтобы тело Христово было снаряжено, чтобы евангелизировать мир. Вот что Бог сказал мне. Это цель служения. Дело даже не в деньгах, дело в миссии. Но чтобы выполнить миссию, необходимы деньги, потому что на земле необходимы финансы, чтобы вы могли сделать здесь что-то. Абсолютно верно. Если вы собираетесь напечатать что-то, вам нужны деньги. Если вы собираетесь лететь проповедовать Калифорнию, вам нужны деньги, так как деньги правят в этом земном мире. Бог управляет деньгами. Он управляет деньгами. И в этом разница. До тех пор, пока вы принадлежите Богу, Он не против того, что у вас есть, потому что Он знает, что это принадлежит Ему. Слава Богу. Слава Богу. Мы узнаем, что включает в себя время открытых дверей. Лерой, я восхищен этим. Это восхитительно. Знаешь, когда ты впервые слышишь от Господа что-то подобное этому, у тебя сразу же возникают идеи. Но когда ты постоянно исповедуешь это, когда ты продолжаешь верить в это, это начинает говорить тебе больше, и начинают открываться более глубокие вещи. Слава Богу. Это по-прежнему время открытых дверей. Слава Богу. Это значит, что я могу войти в них. Ты можешь войти в них, овладеть этим. Аминь, это мое. Все, мне не нужно стоять снаружи и стучать в дверь. Я молился однажды и говорил, «О, я стучусь в небесные врата. О, я продолжал так». И прямо посреди всего этого Господь остановил меня и спросил, «Скажи, что ты делаешь?» Я сказал, «О, Господь, я был на служении, где ничего особо не происходило». И я сказал, «Я стучусь в небесные врата ради этих служений». И он спросил, «Ты стучишься во врата?» И я сказал, «Да». Я слышал, как люди говорили о том, чтобы стучаться во врата при помощи молитвы. И он спросил, «Насколько велик небесный город?» Я сказал, «Ну, в синодальном переводе Библии измерения приведены в локтях». Я сказал, «Это где-то от 1900 до 2400 километров по длине и ширине и от 1900 до 2400 километров». Он сказал, «Этого хватит для нашего разговора». И затем спросил, «Разве я не говорил тебе приходить с дерзновением к престолу благодати?» Я сказал, «Да», говорил. И он сказал, «Мой престол находится в центре города». Я сказал, «Я всегда так думал». Он сказал, «Ты стоишь у ворот в 1200 километрах от того места, куда я сказал тебе приходить, и врата не закрыты. Давай, заходи во врата». Именно так он и сказал. Я сказал, «Да». Я стукнул себя по голове и сказал, «Вот глупец, ты стоишь тут и делаешь что-то лишь потому, что слышал, как это делает кто-то другой». Да. Я сказал, «Я прихожу смело к престолу благодати». И тогда Дух Божий начал говорить со мной об этих служениях. Давай тебе проявление. Давай тебе наставление. Да, и у нас было сильное излияние Духа в этой церкви. Но дело в том, что дверь открыта. Дверь открыта, и мы должны владеть этим. Я стучался в ворота, которые были запяты. Я пытался заставить его сделать что-то, в то время, как все уже им было сделано. Позже он сказал, «Как ты думаешь, с какой целью я послал тебя туда? Для того, чтобы ты пытался уговорить меня начать пробуждение в этом городе?» Он сказал, «Я послал тебя туда для того, чтобы ты сделал это. С моей стороны, я уже сделал все необходимое. Теперь включайся и используй свою веру». У нас было такое собрание. Я представляю. Ты присоединился к нему? Да, мы просто объединились, вошли в дверь, и это пришло. Знаешь, брат Копленд, в свете Откровения, и это созвучно тому, о чем ты говорил. Должна быть причина, почему большинство божьих людей не вошло в дверь или во врата обеспечения завета в этом направлении. Мы знаем традиции, мы знаем религию, мы знаем учения человеческие, мы знаем динаминации. Эти вещи будут удерживать их. Но при этом, в третьей главе моей книги, записывая это Откровение, есть восемь вещей, которые помешают деньгам прийти. Я хочу назвать эти вещи быстро, а потом вернуться и разобраться с первой из них. Хорошо. Аминь. Итак, номер один. Отказ давать десятину. И вы должны знать, что это будет во главе списка. И затем номер два. Ограниченное мышление мешает деньгам приходить. Номер три. Слушание лжепророков мешает деньгам приходить. Номер четыре. Нетерпение помешает деньгам приходить. Номер пять. Чрезмерные траты в кредит помешают деньгам приходить. Номер шесть. Отговорки помешают деньгам приходить. И затем есть еще номер семь. Непослушание помешает деньгам приходить. Есть и восьмое. Номер восемь. Нечестность помешает деньгам приходить. И у меня есть еще пять или шесть подпунктов к каждому из них. Но я хочу разобраться с первым из них. Номер один. Отказ давать десятину. Я слышал, как мой сын, Лерой-младший, который сейчас является пастором молодежного служения в нашей церкви, проповедовал во время пожертвований на собрании. Очень часто он говорит слово от Господа во время пожертвований. И он открыл четырнадцатую главу Бытия, где говорится об Аврааме. Бытие четырнадцать двадцать. Давайте начнем с восемнадцатого стиха, четырнадцатой главы Бытия. И мы говорим о первой причине, которая мешает деньгам приходить. Это отказ давать десятину. Но вы можете также отдавать десятину неправильно, и мы обязательно разберемся с этим сегодня. В восемнадцатом стихе говорится, «Имел Хиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего». Мы знаем, что об этом человеке в Библии нет никаких сведений, поэтому кажется, что он был воплощением, проявлением самого Иисуса. Это посещение самого Господа Иисуса. И в девятнадцатом стихе сказано, «И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И затем в двадцатом стихе говорится, «Авраам дал ему десятую часть из всего». Мой сын, объясняя это, спросил, какая Библия была у Авраама? У него не было никакой Библии. У него было откровение от Бога о десятине. Я соглашусь с тем, что очень часто о десятине учат с неправильной точки зрения, и люди не получают полного плода от нее. Что я имею в виду? Чаще всего о десятине учат из книги Малахии, где описано, что те люди находились в заблуждении. Это местописание исправляет людей, которые обкрадывали Бога. И очень часто, когда об этом учат, это приносит людям обличение, которое, будучи принято неверно, заставляет их давать десяти, но под принуждением или из-за страха, потому что они хотят, чтобы Бог запретил пожирающему. Все это само по себе хорошо. Но здесь, когда вы возвращаетесь в бытие, вот человек, который услышал от Бога для себя, что десятая часть того, что у него было или что было дано ему, принадлежало Господу. И добровольно, по откровению, а не из-за страха, он начал отдавать десятину от того, что он имел Господу. И отличие между этими двумя учениями состоит в том, что есть один человек, который обкрадывал Бога, и второй человек, который не хотел обкрадывать Бога и получил откровение прямо от Бога. В этом большое отличие. Часто люди могут отдавать десятину под давлением и при этом не понимать важность десятины. Десятина на самом деле является обрезанием ваших денег. Десятина приносит ваши деньги туда, где Бог может. Приносит их в завет. Да, обрезает их. И Бог может делать все остальное для вас. Возвращаясь к первому пункту, отказ давать десятину первое состоит в следующем. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Затем мы открываем Бытие 28-22. Иаков отдавал десятину. Этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. «И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Иаков отдавал десятину. Иисус не говорил не отдавать десятину. Матфея 23-23, он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. сие надлежало делать и того не оставлять». Поэтому и Иисус говорит о десятине. Затем перейдем к книге Малахии. Малахии 3-10 говорится относительно десятины. «Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме Моем была пища, хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залю ли на вас благословение или поддержку до избытка». Наши идеи, понимание и различные способы того, как Бог проявляет себя, Он не собирается просто изливать деньги. Он будет изливать идеи и понимание в различных направлениях. И если человек будет следовать его образцу и делать то, что он говорит делать, то это в результате принесет проявление урожая. Поэтому я лишь хотел подчеркнуть этот первый пункт – десятину, что вы отдаёте десятину, потому что вы любите Бога и вам нужно получить откровение об этом. Помните, во 2 Коринфянам Бог сказал, обращаясь к церкви в Коринфе, Павел сказал, что доброходно дающего любит Бог. Доброходно дающий это тот, кто получил откровение о даянии. Понимаете, о чём я говорю? Доброходно дающий это тот, кто говорит, «Я даю, потому что я знаю, что это правильно давать. Я не просто буду давать, чтобы принимать, но я знаю, что принять это часть моего даяния». У такого человека есть откровение. И когда человек получает откровение десятинь, он будет отдавать её, и он увидит плоды этого. Во-вторых, номер два, ограниченное или маленькое мышление. Я записал, «Узнайте, не рыскает ли вокруг вас дух нищеты». Ограниченное или маленькое мышление. Многие люди в теле Христом думают мелко. Бог хочет, чтобы это расширялось. То, на чём вы сосредотачиваетесь, расширяется. Вы должны позволить Библии расширить ваше мышление. Именно поэтому Иисус сказал, «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Именно поэтому в Писании, когда в третьей главе послания к Ефесянам идёт речь о понимании широты любви, Павел, заканчивая эту главу, говорит, «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем, Бог является большим Богом». Я помню, как читал книгу, написанную медиком, главным хирургом, его имя Бен. Я не могу вспомнить его фамилию, но он был хирургом. И он написал книгу, «Думайте по-крупному». Я читал эту книгу два или три раза. «Бен Карсон». «Думайте по-крупному». И Слово Божье расширит ваше мышление. Ограниченное мышление удержит вас в ограниченном месте. Бог является большим Богом, и Он хочет, чтобы вы думали по-крупному. Лерой, совсем недавно со мной произошло кое-что. Мы с Глорией поехали в ресторан пообедать. Да. И поехали туда на маленькой спортивной машине, на которой нам нравится ездить. Знаешь, это небольшая, красивая машина. И мы сели в эту машину и поехали в ресторан. И когда я подъехал и припарковался, то припарковался рядом с машиной одного молодого человека и его женой. Красивая пара. Они вышли из своей машины и пошли. Он сказал что-то о моей машине. Я сказал спасибо и добавил, она доставляет нам удовольствие. И он сказал, не могу даже представить. И знаешь, в тот же момент я понял, что он стоял там и думал. У меня никогда ничего подобного не было. Верно, именно об этом он не думал. Молодой человек. И по нему было видно, что он был образованным молодым человеком. Но что он сказал? Не могу даже представить. Почти я никогда не узнаю. Это его слова. Не могу даже представить. Я хотел пойти и поговорить с ним. Но Господь сказал, нет, нет, не сейчас. Поэтому я пошел в ресторан и просто думал, Боже мой, вот от чего страдало тело Христова больше тысячи лет. Ограниченное мышление. Ограниченное мышление. Ну знаешь, у меня никогда этого не будет. Ну знаешь, наверное, это замечательно. Знаешь, я никогда не знаю, что Бог хочет, чтобы ты делал, Лерой. Такое вот мышление. Если я вижу что-то подобное, то говорю, разве это не красиво? Я думаю, Господь, смотри, я бы сказал, Господь, знаешь, я бы хотел иметь одну из таких. Да. И я знаю, что нужно делать. Сеять. Да. Сеять и верить Богу. А если это что-то, что мне было не нужно, то Господь говорил, зачем тебе это нужно? И я отвечал, ну, мне хотелось бы это иметь. Единственное, когда я слышал, как он говорил такое, это когда вещь была легкомысленной или меньше того, что он хотел, чтобы у меня было. Он говорил мне, зачем тебе это нужно? Я дам тебе лучшее, чем это. Знаешь, когда ты говорил, мне нужно сказать это телу Христову. Одним из величайших лживых заявлений является «Я удовлетворен». Вы лжете. Вы не удовлетворены, но это способ уклониться от ваших обязанностей. Это отговорка, чтобы не напрягать свою веру. Христос в вас. Упование славы. Божественная природа внутри вас. Это Божья природа, и эта природа расширилась и хочет расширяться внутри вас. и вы не удовлетворены. Перестаньте говорить, что вы удовлетворены, когда вы не удовлетворены. Пусть Бог это знает. Я знаю, что есть определенный период ожиданий. Я знаю, что вам нужно держаться подальше от алчности, но в то же время Слово Божье дано вам, чтобы расширить ваше мышление. Чтобы расширить ваше мышление. Если вы согласились на ограниченное и малое, из-за давления, из-за того, как вы были научены или еще чего-то, вы просто отложили все в сторону и сказали, ну, это все, что мне действительно нужно. Просто достаточно. И пока нам этого будет хватать. Все мои счета хорошо оплачены, все в порядке. Я езжу на рыбалку время от времени, и это действительно все, что мне нужно. Вы только что сказали мне, что вы никогда не заботились о нуждах кого-то еще. Вы никогда не вращались в этих кругах, потому что, когда вы войдете в это, когда вы примете участие в том, чтобы чей-то старый долг был выплачен, как только вы примете участие в помощи сироте, купите пару новой обуви, или поможете ему приобрести учебники к школе и одежду. Вы никогда больше не будете удовлетворены. Никогда. Вы никогда не будете больше удовлетворены тем, что достаточно для моей маленькой семьи и ни для кого больше. Нет, 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 нет. Вы никогда по-настоящему не будете благословлены, пока не решите стать благословением. Когда Бог обращался к Аврааму в 12 главе Бытия, то сказал ему четыре, по крайней мере, пять вещей о том, что в конечном счете все семьи земли будут благословлены. Он сказал, я благословлю тебя. Он сказал, я сделаю тебя благословением. Я благословлю благословляющих тебя и я прокляну тех, кто проклинает тебя, потому что я хочу использовать тебя. Лерой, вот почему так важно быть частью дающей церкви. Да. Дающего собрания. Вы приходите в эту церковь и становитесь ее частью. И берете то, что у вас есть и соединяете это с тем, что есть у остального собрания. И затем эта церковь идет в бедный район и начинает переносить процветание этому району. Начинает проповедовать Евангелие. Скажу вам, ваше сердце становится таким жаждущим. И именно тогда ваша вера становится сильной. Затем Бог начинает благословлять все собрание и вы начинаете расти вместе с Ним. Ты пророчествовал, когда приезжал в городном Дерроу. Город Дерроу был маленькой точкой на карте. Мы только что построили новое здание церкви. Ты сказал мне, стоя за кафедрой и потом еще в офисе, что благодаря этой церкви на этом месте, это место, ты пророчествовал, это место будет расти и расширяться. Мне нужно снова отвезти тебя туда. Они построили комплекс магазинов Дерроу. Они построили престижные дома с охранными воротами в Дерроу. Теперь там четыре района. Я имею ввиду красивые районы. Один находится почти через дорогу от церкви. Да. А раньше в городе всего жило около 300 человек. Сейчас люди приезжают отовсюду. Они построили там дома. Сейчас идет строительство большого супермаркета и люди переезжают туда из всего штата Луизианы. Это просто разрослось. И мы знаем почему. Ты принес благословение. Процветание есть на том месте. Годы тому назад в начале 80-х нищета пришла в местечко в скалистых горах в штате Колорадо. Цены на недвижимость в конце концов упали до самой низкой отметки в истории этой долины. И когда я молился об этом так как мы с Глорией поехали туда кататься на горных лыжах я молился об этом и Господь сказал я хочу чтобы у тебя была собственность в этой долине. Я назначаю тебя хранителем этой долины. Прогони демона нищеты оттуда и стань частью этого. Стань землевладельцем и стоя на моем слове и принеси благословение в эту долину. И мы владели им 16 лет. Скажу тебе это начало расти. Это начало быть благословение и благословение и благословение и наконец в один день он сказал хорошо я передал это дело теперь здешнему поместному пастору ты больше не несешь ответственность в качестве хранителя этой долины. Благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит. Абсолютно верно. И могу поспорить что точно так же и в Деру это самое счастливое небольшое местечко где ты всегда хочешь остаться. Люди пытаются купить землю и уже не могут теперь она вся у нас. Господь передал 200 с лишним акров земли в наши руки и сказал просто удерживать ее. Я спросил Господь что ты хочешь чтобы я делал с ней? И он сказал молись такой молитвой. Я спросил какой Господь? Он сказал молись так это земля в твоем плане поэтому каждый раз когда я прохожу мимо я говорю Господь это земля в твоем плане в твоем плане Риалторы хотели ее купить в конце концов один из них предложил миллионы долларов но вдруг у Кэролайн моей жены или у моей дочки Шоуны я уже точно не помню было видение мы можем получить эти миллионы долларов за землю но тогда кто-то захочет взять власть над городом поэтому Господь отменил эту сделку но скажу вам вы начинаете думать по-крупному вы начинаете думать больше чем вы есть и затем вам нужно воздавать славу Богу и провозглашать и я говорю это я стоял за кафедрой в воскресенье и сказал мне все равно кто приедет в этот город мне все равно кто они я провозглашаю Иисуса Господом над городом Дэро и он им и останется да да эти духи не могут войти тут вот кто мы да господство Христа вот кто мы и когда я писал эту книгу эту главу об этом ограниченном мышлении пункт номер два о том что мешает деньгам прийти Господь сказал призывай тело Христово размышлять над этими словами превосходящий изобильный больший Ефесянам 3.20 просто уделите время и поразмышляйте об этом знаете возможно у вас нет благосостояния и вы слушаете эту передачу просто размышляйте просто сядьте и размышляйте об этом стихе посланник Ефесянам 3.20 и Бог будет расширять ваше мышление и затем он скажет как он говорит в книге пророка Исаии распространи место шатра твоего Господь является большим Богом Он не маленький Он большой Бог но ваше сердце и ваш разум должны быть правильными чтобы принимать то что Бог хочет чтобы вы имели я видел многих людей за последние 40 лет которые я нахожусь в служении и Лерой один человек сказал мне следующее брат Копланд я никогда не поднимался до национального уровня бедности он сказал я никогда не поднимался до него тем более не жил выше этого уровня он сказал мой доход никогда не превышал 3000 долларов в год и он сказал вот на каком уровне находился мой разум я никогда не думал что достигну большего но потом он сказал когда я начал слушать это и слушать Слово Божье и расширять свое мышление он сказал я воскликнул и сказал Бог что я могу сделать и Бог сказал жертву один доллар но прилагай к этому веру он начал с одного доллара и это росло понемногу он сказал мое мышление должно было стать шире последний раз который я помню прежде чем он ушел домой к Господу его последнее пожертвование которое он посеял в это служение составляло 15 тысяч долларов он просто выписал чек просто хотел благословить это служение он давал очень много он вливал в это служение он пожертвовал эти 15 тысяч долларов на собрании просто выписал тот чек чтобы благословить служение а начал с одного доллара у него было а однодолларовое мышление, и Богу пришлось расширить его мышление. Наше время снова подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. По определенной причине. Господь проговорил ко мне несколько лет назад, и Он сказал, «Я хочу, чтобы в пятницу Ты принимал пожертвования, чтобы люди могли сеять в то, чему они были научены». Вам нужна возможность сделать то, чему они были научены. Это закон. Отец, мы молимся сегодня за эти пожертвования. Открой Твоим людям, как они в финансовом плане могут участвовать в этих передачах и работе этого служения. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы смотрите нашу передачу «За пределами Соединенных Штатов», то ваши пожертвования остаются в том регионе, в офис, которого вы их отправляете. Ваши пожертвования не уходят в Соединенные Штаты. Мы просто благодарим Бога. И благодарим за вас, что вы стоите вместе с нами. Лерой, спасибо тебе за эту неделю. Я просто полон восхищения и впечатлений от Слова Божьего в моем духе. Слава Богу. И мы устремляемся здесь к еще большему. Да. Слава Богу. Мы движемся к миллиардному потоку, чтобы увеличить всю работу тела Христова, его эффективность... Слава Богу. ...в Царстве Божьем. В этом-то и весь смысл. Аминь. Вот что происходит. Аминь. Слава Богу. Будьте частью хорошей церкви. Приносите пробуждение в свою церковь. Слава Богу. Делайте что-то. Да. Аллилуйя. Мы будем вместе с вами всю следующую неделю. И позвольте мне в заключение кое-что здесь сказать. Не смотрите на процветание другого человека, позволяя завистливым мыслям приходить в ваш разум. Нет, не делайте это. Скажите, нет, нет, это Божье благословение на этом человеке, и я хочу благословить его. Я рад, что он благословлен. Я хочу поддержать его. Он слушает Бога. И в один из дней я буду благословлен точно так же. И я не хочу, чтобы люди плохо обо мне думали. Аминь. И не говорите пренебрежительно о машине другого человека. Из-за того, что вы вместе с ним, в один прекрасный день вы окажетесь в таком положении, что сможете сами иметь такую машину. А вы уже некрасиво говорили, и вам... Да. И вы не хотите, чтобы кто-то некрасиво говорил о вас. Это здорово. Это так сильно, и я не хочу это отпускать. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Хорошо. До следующей встречи. Мы, Каннет Копланд и Лерой Томпсон, напоминаем вам, что... Иисус... Господь.